Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди и скажи, когда мы будем драться. Большинство участников главных боев говорили в последние месяцы и даже годы. Достаточно, и сегодня мы решили поговорить самостоятельно. Рассказать, кто, скорее всего, победит, сможет ли Шлеменко побороть соперника и правда ли будто Артура Гусейнова готовит Хабиб Нурмагомедов. А также замедлили для вас последний на данный момент бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Партнер канала, разрешите вас перебить пари матч по ссылке в закрепленном комментарии фрибет в 1000 рублей. Со Шлеменко, что меня больше всего интересует, я вот думаю, может ли он попробовать бороться с Артуром Гусейновым просто для прикола. Второго для прикола вырубил. Типа показать, что в Омске тоже умеют бороться. Ну и чисто стилистически, мне кажется, это вполне неплохой выбор, потому что, насколько я знаю, у Артура совсем не идеальная борьба. И вряд ли он ее за два месяца прям как-то принципиально улучшил. А мы, кстати, уже недавно говорили как раз с Александром по поводу того, готов ли он к тому, что Артур будет бороться. Потому что, ну, по идее, сейчас Гусейнов уже готовится в зале Хабиба. Там, как правило, команда Хабиба любит побеждать наверняка. То есть любит все делать так, чисто и без, может быть, какого-то урона. И, возможно, это выглядело бы неплохо в контексте боя с Александром Шлеменко. Потому что, наверное, рубиться со Шлеменко Гусейнова будет очень опасно. Ну и вот Александр, я, как понимаю, не очень верит в то, что Артур будет с ним бороться все три раунда, по крайней мере. Ну, если выберет ставку насчет борьбы, ну, я не думаю, что у него борьба должна быть явно лучше, чем у меня. Как бы я в свою борьбу тоже верю. А то, что, знаешь, если Артур или кто-то еще думает, что я такой, знаешь, легкомысленный и думаю, а, Артур ударник и все, от него не стоит сжать борьбы. Нужно готовиться только в стойке и так далее. Ну, я же не вчера родился. Я же все прекрасно понимаю. И на борьбу мы тоже настраиваемся. Ну, вот как раз я, наоборот, думаю, что Гусейнов точно не будет бороться, потому что как раз в зале Хабиба отлично понимают, что, ну, уже бесполезно 37 же, по-моему, Артуру в 37 лет переучивать там базового кикбоксера и, тем более, решать его и его сильных сторон. Мне кажется, они вообще решат за счет такой более техничной, более, ну, не хочется говорить любительской в плохом значении, любительской, в хорошем смысле слова, ударки. То есть, когда будет много ударов, когда будут попытки этими ударами постоянно дергать своего соперника, вот так вот переиграть Шлеменко. По-моему, Александр же и сам не отрицает, что у него такая олдскульная техника рукопашного боя отчасти. И вот мне кажется, там, даже вот если Хабиб тренирует Артура Гусейнова, ему самому будет интересно просто попробовать тактически именно в ударке, тренируя или, там, подсказывая Артуру Гусейнова переиграть Шлеменко. Несмотря на то, что Шлеменко считается очень крутым ударником в России. Ну, кстати, про Хабиб тренирует Артура Гусейнова, а насколько ты вот думаешь, что это, ну, так скажем, какая-то такая серьезная, то есть глубокая вещь, в том плане, что, ну, у Хабиба, понятно, сейчас параллельно дерутся на Белатар несколько бойцов, в Абудабе дерутся также несколько бойцов. И вот насколько он там может быть погружен в подготовку Артура Гусейнова. Я так понял из его интервью, из интервью Артура в Вестнику ММА, что Хабиб как-то в курсе того, что делает Артур. Нет, Хабиба не было, у Хабиба свои, там, свои дела, там. Но он приезжал, смотрел тренировки, смотрел, как мои спарринги, как бы, и ребят спарринги, команды вообще, в каком состоянии команда. В принципе, он приехал, посмотрел, все нормально, и так ему все докладывают, в принципе, он все видит. И мне обязательно присутствует в тренировочном процессе. Какой-то такой проработки под Шлеменко именно от Хабиба, наверное, не будет. Хотя это было бы интересно в контексте, типа, Хабиб подготовил бойца под бой со Шлеменко. Мне кажется, Хабиб может дать какую-то генеральную линию и может дать 2-3 конкретных совета. Ну, вот, допустим, насколько я знаю, у Артура Гусейнова хорошие хайкики, а Александр Шлеменко иногда и сам про это говорит, и ему про это говорят, что он низко держит руки. Ну, и вот, допустим, Хабиб, можно сказать, попробуй побить ногами в голову. Это действительно выглядит довольно опасно, и это выглядит неплохим решением. То есть, мне кажется, участие Хабиба здесь общая тактика и, наоборот, какие-то конкретные частные 2-3-4 совета. Мне интересно, вот обычно уже снимают на турнирах реакцию Хабиба, на тех турнирах, на которых Хабиб присутствует, на те или иные бои. И я помню, по-моему, как раз Саша Рютиков делал реакцию Хабиба на бой Александра Шлеменко, только не помню точно с кем он победил, это в Екатеринбурге было. И вот сейчас, мне кажется, самое интересное будет, как будет Хабиб реагировать на этот бой, и за кого он будет переживать в этом бою больше. Ну, понятно, что за Артура переживать будет, но будет ли он там включаться на уровне секунданта, там что-то пытаться подсказать из зала. Здесь же еще прикольно, что для лиги Хабиба победа Шлеменко-то интереснее. Ну, потому что, мне кажется, он может там еще раз у них выступить, и, ну, типа, это даст какие-то там... Ну, то есть, ну, это вообще большая звезда, которая вот побеждает в твоей лиге. При всем уважении к Артуру Гусейному, вот, допустим, Артур побеждает Александра Шлеменко, ну, опять же, смотря как, в теории можно и реванш сделать, если это будет прям такой искрящийся бой, но в целом, конечно, мне кажется, что Хабиб, как дагестанец, как человек, который действительно принимает участие в подготовке, ему, конечно, интересно, что выиграл Артур Хабиб, как владелец лиги, да, наверное, больше заинтересован в победе Шлеменко, вот, поэтому, ну, действительно, да, последить за его реакцией будет интересно, но я, по крайней мере, камеру с хорошим зумом традиционно беру в Сочи, она не раз выручала меня. Ну, и потом мы, кстати, мне кажется, можем потенциально посмотреть на будущего соперника Александра Шлеменко, потому что так хорошо они, конечно, расположились, то, что 16-го дерутся Минеев и Смаилов, и 17-го, ну, как минимум, один из них, да, тот, кто победит, может прийти на бой Александра Шлеменко и после этого сделать какую-то историю, мне кажется, это, ну, в том числе, может быть, с этой целью делается. И вот как развитие такое, да, чтобы, ну, понятно, что бой Шлеменко с Минеевым или бой Шлеменко с Смаиловым – это такая очень затратная история, и если, например, лиги EFC и Fight Night как-то объединятся, наверное, им было бы проще потянуть эту штуку и на каком-то совместном турнире это сделать. Ну, опять, например, год подождать, допустим, и на турнире в память отца сделать такой бой. В целом выглядит неплохо. Да, и мне еще интересно, конечно, не может ли Магомед Смаилов завершить карьеру, например, на этом турнире. Спорт не делает, значит, на самом деле, если быть честным. Это уже я, я близок к завершению карьеры, Ярик. Я близок, на самом деле, к завершению карьеры, очень близок. Потому что вот и судя по твоему видео, и судя по тому, что от него слышно, ну, ему довольно тяжело каждый новый лагерь дается, мне кажется, он слишком много здоровья и слишком много ресурсов оставляет и в подготовке, вот в тех боях, которых он проводил. И вот я думаю, ну да, конечно, есть Шлеменко, и это интересно. Но, с другой стороны, между ними есть уважение. Вот что, если внутри Магомеда есть такое, чтобы победить? И как еще один известный дагестанский боец сказать, что, ну, я, наверное, все. Мне кажется, вот после боя с Минеевым, там, как бы он не закончился, Магомед, наверное, не будет делать каких-то заявлений. Ну, то, что он тоже понимает, что, ну, например, если он сейчас не скажет о том, что завершает, хотя решил, что завершает, то ему это продлит, ну, так, грубо говоря, цену, да, то есть все равно будет какой-то спрос, все будут ждать, типа, а с кем подерется Магомед Исмаилов, а подерется ли он вообще. И дальше уже он будет отталкиваться, опять же, даже если завершил карьеру, даже если решил завершить карьеру, будет отталкиваться от того, какое ему поступит предложение. То есть и здесь все, мне кажется, упирается в цифры. То есть, ну, в любом случае можно найти, наверное, какую-то сумму, которую, если предложить Магомеду, он откажется или отложит завершение карьеры. Хотя, ну, опять же, да, вот 35 лет, и, по сути, у него сейчас такая пятая подряд очень тяжелая подготовка. То есть он четыре раза готовился, там, один раз к Василевскому, к Фролову, к Штеркову, к Емельяненко. И, ну, и каждый раз готовился, там, очевидно, выкладывая всего себя. Там, особенно, знаю, Рамазана Исмаилова, его подход, наверное, это было прям очень жестко. И вот насколько он, конечно, готов в таком возрасте выдерживать шесть подготовок подряд, это вопрос. Да, ну и плюс, вообще, Магомед Исмаилов, вот, грубо говоря, в статус звезды ты уже заходил с набором травм. У него же, насколько я знаю, или оба колена, или одно колено дважды. Вот, ну и говорят, что это все равно сильно очень тебя, там, меняет, как бойца и не особо идет на пользу. И, то есть, он уже начинал вот это все, будучи, там, человеком, который два или три раза ложился под нож, например. И я помню очень хорошо, как он описывал, по-моему, после боя или с Василевским, или с Фроловым, когда он говорил... Если бы вы видели, как я готовлюсь, у меня там болит, тут болит. Я уже старенький уже, мне вот здесь надо доработать вот эти пару лет. Вот я после СССР уже пройдет время, когда надо завязывать. Я просыпаюсь вот так, а потом я разгоняюсь, потом зал. Вот такая ситуация. Я теперь понимаю, что это было, это уже года два назад, и боя два или три назад. И вот тут, конечно, вопрос, ну, вообще, какое у него действительно физическое состояние. Я, если честно, отталкиваясь от этого и прогноз давал, мне все-таки кажется, ну, это абсолютно Орел или Решка, но мне кажется, что Владимир Минеев может выиграть этот бой, просто потому что, ну, менее изношен организм, он чуть свежее. Ну, а вот здесь интересно, я вот тоже надумал и с этой точки зрения, но еще, ну, вот что здесь перевешивает? То есть тот факт, что там Магомед Исмаилов больше износился, да, он устал от этого всего, и там, может быть, организм уже, ну, не может просто работать там физически на пределе. Либо вот Владимир за эти три года, ну, объективно, у него вот из всех там трех боев, да, при всем уважении к Артуру Пронину, к иностранцу, с которым Владимир дрался, и, по-моему, они даже там полную дистанцию прошли. Ну, вот, наверное, там, опаснее всех выглядел Дуэрен Вермеков, да, который там потенциально мог переводить Минеева, то есть, значит, он там в лагере тоже много времени уделял борьбе. Но вот насколько, наверное, все равно отвык от такого, ну, противостояния, в котором есть там и стилистические какие-то неудобные моменты, и эмоционально, наверное, даже в большей степени тоже. Вот тут мне просто интересно, что перевесит в итоге изношенность Магомеда Исмаилова, если она есть, или вот то, что Владимир за эти три года, не успел набрать то, что вот успел набрать Магомед за вот эти четыре боя. Слушай, ну, я думал тоже про это, но у меня была вот прям другая трактовка того, что произошло. То есть, вот они подрались в 2018-м, я прям сегодня пересматривал этот бой. Ну, очень близкий и очень равный бой. Там действительно есть вопросы по тому, как некоторые раунды кому отдавать, там, близкий четвертый раунд, забрал ли Мага первый раунд 10-8 или 10-9. Ну, то есть, абсолютно равный и близкий поединок. И после этого, ну да, мы понимаем, что у Магомеда были такие более серьезные оппоненты, но вот тут вопрос, ему это дало опыт или у него это отняло здоровье. Потому что вот ты сам говоришь, что у него тяжелые подготовки, и вот эти вот подготовки там к Фролову, Василевскому, Емельяненко и Штыркову, мне кажется, что они как раз-таки больше у него отняли ресурсов. Минеев, ну, как ты сам сказал, при всем уважении к Пронину, к Ермекову и к сопернику из-за рубежа, но он особо не истратил себя в этих боях. Ну, вот тут еще, мне кажется, знаешь, как две такие интриги, но одни из главных. Типа, сможет ли Магомед Исмаилов бороться все пять раундов, то есть не уставая, да, вот как он делал в первом раунде их первого боя, делать это сейчас 25 минут. И сможет ли, вот мне кажется, тут тоже такая опасность, одна из основных от Владимира Минеева, это его ноги, ну, он кикбоксер, причем очень хороший кикбоксер, умеет работать ногами. И, насколько я понимаю, вот и в лагере тоже Магомед очень много работал над тем, чтобы в том числе принимать удары ногами. С ним, по-моему, работал как раз Ислам Муртазаев, человек там из тайского бокса, из кикбоксинга, такой достаточно титулованный. И про него вот все говорят и в Дагестане, да и не только в Дагестане, что у него прям очень жесткие удары ногами. Вот интересно тоже, насколько к ним готов будет Магомед. И вот здесь еще в контексте его травмы, да, и то, что с коленями были проблемы, тоже всегда есть такой риск, что, например, пролетит удар, и бой может закончиться из-за этого очень быстро. И закончится, наверное, не так, как все хотят. Мне кажется, вот идеальный сценарий для этого боя, если опять будет пять раундов и пять раундов такие, где ты не очень понимаешь, кому отдать победу. Ну, кстати, про лукики интересно. Я сегодня пересматривал, повторюсь, бой, и там прямо видно, насколько они доставляют дискомфорт Смаилову. При том, что Владимир-то их не так часто бил, но вот в третьем раунде он начинает пробивать, и прямо видно, что Мухаммад вынужден менять стойку у него. Ну, ты сам помнишь эту картинку, у него подкидывается нога так. А с другой стороны, мы зимой говорили с Владимиром, и он признался вот про эти вот калфкики. Он сказал там смешную фразу, он говорит, у меня ноги были как маленькие валеночки после боя с Магой, потому что, говорит, они опухли вот буквально от нескольких ударов. Мне, кстати, вот когда ты сказал про говорили с Владимиром Минеевым, сейчас почему-то пришло в голову, что вот так, если посудить, перед этим боем Владимир же, ну, очень необычно для себя, он прям закрылся. Вот насколько я слышал, что журналисты, по-моему, Илья Андреев тоже прилетал в Дагестан, когда я снимал Магу, он связывался с Минеевым, там в итоге сказали, что не будут общаться. Леша Сафонов, по-моему, тоже пытался, ну, делал заход на интервью с Минеевым, но тоже он говорил, что нет. Ну, и по одному из его постов тоже в Инстаграме можно было, в принципе, понять, что, типа, отбиваюсь от назойливых журналистов, или что-то такое там было. Ну, что он, в общем, не настроен общаться, и мне вот интересно, с чем это связано. То есть он не хочет лишний раз отвлекаться на что-то, или он не хочет лишний раз вот что-то говорить. Сейчас просто такое ощущение, что он действительно уже, ну, все сказано здесь, и, с одной стороны, было бы интересно посмотреть, как это будет подогреваться дальше, там, вплоть до Эльев взглядов, а с другой стороны, вот, интересно, насколько у Владимира это ментально работает. Типа, я вот больше не хочу ничего говорить, я выйду в клетку, там, проиграю, выиграю, но, по крайней мере, ничего лишнего я не сказал, там, перед самим боем. А вообще мы с тобой договорились созвониться, потому что очень много боев впереди, и тут забавно, что это такой фестиваль бойцов, которые закрылись от прессы. То есть Владимир Минеев не общается, Петр Ян не общается с журналистами, Александр Волков, который всегда был на связи, не общается с журналистами. Ну и, короче, можно уже будет такую делать, статистическое исследование, помогает ли бойцам не общаться с журналистами, потому что очень много кто отказался, ну, вот теперь можно будет посмотреть, как они выступают. Мы журналисты! Нарушителей много! Да эти мое отсюда! Но, извини, я сейчас сам поведу себя как журналист, ты просто не сказал ни про Шлеменко-Гусейнова, ни про Исмаилова-Яминеева, твоя версия. Мне кажется, в бою у Шлеменко-Гусейнов первый раунд пройдет в таком очень нервном темпе с обеих сторон, а дальше уже за счет того, что больше сил просто останется у Шлеменко, мне кажется, бой во втором раунде может закончиться в его сторону. Ну, по крайней мере, я так вижу. Ну, и как стандартно говорят, ну, это же, в общем, ММА. Один удар может решить все, поэтому, конечно, в первом раунде может решить все один удар, но вот так на бумаге я вижу, что Шлеменко побеждает, и побеждает, скорее всего, досрочно. А в бою Минеев-Исмаилов мне все-таки кажется, ну, то есть я склоняюсь в пользу того, что вот эти четыре подготовки, которые прошел Мага, это сейчас пятая подготовка, плюс вот эти четыре боя, которые, ну, тоже все складывались по-разному. Понятно, что не было там бойцов стилистически похожих на Минеева, но тем не менее, вот, как мне кажется, если все там проблемы со здоровьем решены, то за счет борьбы Магомед все-таки сможет включиться, и мы, может быть, даже рискуем увидеть пять раундов такого, ну, не совсем, может, зрелищного боя. Я еще когда проводил аналогии, ну, в общем, если итог подводить, то мне кажется, что бой дойдет, ну, пройдет всю дистанцию, и Магомед выиграет решение. Ну, вот, еще проводил аналогию с боем Исраэля Десанья и Марвина Веттери, как раз их реванш был, и мне кажется, тоже, как бы, стилистически, ну, во-первых, и весовая категория одинаковая, и стилистически как-то, ну, прям очень похоже в том плане, что вот с одной стороны борец, с другой стороны кикбоксер, и, конечно, если Владимир Минеев будет действовать так же, как Исраэля Десанья в реванше с Марвином Веттери, у него, ну, безусловно, будет очень много преимуществ. Ну, мне кажется еще, что вот многие недооценивают, насколько серьезнее стал Исмаилов как фигура ко второму бою. То есть, если ты помнишь, у него же до Минеева, до первого боя особо не было таких важных оппонентов, и, ну, очевидно, большие деньги тоже еще не пришли, и статуса такого не было. А вот сейчас, ну, меня, например, впечатлило, какой набор спарринг-партнеров есть у Исмаилова, то есть мы разговаривали с Рамазаном. Ислам Муртазаев тоже прекрасный, великолепный ударник, который, я считаю, ну, знаете, да, такой бойца, да, он ничем не уступает в плане ударной техники Владимиру. Потом еще там пару бойцов, весь топовых, которые велите мирового тайского бокса. Антропометрия, чтобы была похожа на Владимира, чтобы чуть повыше, длинными конечностями. С ним все спарринг-партнеры похожи. Здесь Ажимрад Мутиев, это вот Хабиба Зала, Хабиба Зала парень, который там тренирует у них вольную борьбу, ставит им там борьбу от стенки, от сетки. Почему? Он тоже вот помогает, он тоже будет в нашем углу. То есть почти в каждом направлении есть человек, который ему помогает, он очевидно построил лагерь вокруг себя, и он сейчас к этому бою подходит, ну, в статусе уже суперзвезды. Вот, и вот, ну, конечно, и по букмекерским котировкам он идет фаворитом, то есть здесь можно понять букмекеров. Я просто еще про это хотел сказать быстро. Меня чуть забавляет, как скачет коэффициент на Минеева. Не знаю, обращал ты внимание или нет. То есть там на него он открывался, по-моему, 2,9, потом коэффициент падал, там что-то типа там 1,9, 1,8, то есть они выравнивались. Сейчас он, по-моему, 2,1. Причем коэффициент падал после новости о травме Минеева. Это вообще меня удивило. То есть такое ощущение, что котировки живут какой-то своей жизнью, возможно, от объема ставок это зависит. Но это очень интересная штука. Я давно не помню, чтобы линия на какого-то бойца настолько сильно перекашивалась, наверное, со времен боя Конора и Флойда. Вот что-то такое. А я, кстати, удивился вообще изначально тому, что настолько большая разница была в какие-то моменты. Потому что более сейчас какого-то равного и тяжело предсказуемого боя в российских ММА я думаю, представить реально тяжело. То есть вот выйдут два спортсмена, первый бой которых он показал, что они на одном уровне находятся. Потом, наверное, не произошло вот что-то такое, чтобы сказать, типа вот один вышел прям значительно на какой-то другой уровень. Потому что, ну опять же, при всех четырех соперниках Магомеда Исмаилова, у него же не было действительно бойца, который вот чем-то был похож на Минеева. Фролов, да, хороший ударник, но это человек примерно одного роста с Магомедом Исмаиловым, который не так хорошо, как Владимир Минеев, работает ногами, не так хорошо держит дистанцию. Про остальных, ну, с Александром Емеляенко тоже все более-менее было понятно. А с Вячеславом Василевским бой продлился, закончился тоже очень быстро. Ну и он тоже, не сказать, что похож на Владимира Минеева. Иван Штурков, ну, тем более. Что будет после боя, конечно, и третья интрига вот в эти выходные. Сумеют ли они погасить свой конфликт? Ну вот, насколько я понимаю, для Мухаммада реально это все перешло в личную плоскость. И, ну, мне кажется, его действительно, только если это не будет прям какой-то глубокий нокаут или какое-то очевидное избиение, его может не устроить решение, там, каким бы оно ни было. То есть, вообще, неважно, в какую сторону, если это будет решение, ему захочется как-то еще пообщаться с Владимиром. И вот готовы ли в Красной Поляне люди к этому, ну, конечно, интересно. Я пересматривал Драку на замедленном повторе. Вообще, вот там, конечно, тотальная неготовность всех очень смешит. Я прям всем советую, скачайте Adobe Premiere и просто на стоп-кадрах смотрите Драку. Там видно, куда попадает микрофон сначала. Потом микрофон летит в лашу и попадает в него. И даже лашу подготовленного человека он дезориентирует на мгновение. С углового Магомеда Исмаилова слетает кроссовок. И этот кроссовок они потом забирают и выносят как трофеи вот уже из кучи малы. Там известная история, ты ее отлично знаешь, когда человек бьет с другой стороны клетки по Владимиру Минееву. Можно найти, как Виталий Минаков запрыгивает даже. То есть, его там можно увидеть в этой толпе. Ну, похоже, кстати, в Fight Nice вообще очень неплохо подготовились к этому. Вчера записывал интервью с Камилом Гаджиевым и вот буквально один вопрос спросил про этот бой. Вот в свое время, когда был бой Конора и Хабиба UFC, чтобы, ну там, во избежание каких-то неприятных инцидентов перед боем специально расселили Конора и Хабиба по буквально разным сторонам Лас-Вегаса, чтобы они не... Я их и расселил, я их и расселил и на разные самолеты посадил. То есть, они будут жить не в отеле, где живут все бойцы, а по разным местам? Ну, они же будут жить, скажем так, в разных местах, в разных отелях. Мне кажется, уже до боя на самом деле ничего не произойдет, потому что они сами понимают, им было бы здорово дойти до клетки, заработать денег, выйти из нее. И потом Мага говорит, что, ну, как был разговор про закрыться в комнате, я так понимаю, эта история все еще актуальна, и вот как он говорит, что... Ну, что бы там ни было, уже не будет афишироваться, там никто ни о чем не узнает. Ну, не получится, что так бывает. Не получится, получится. Получается так тоже. Вы настолько просто две медийные личности, что сделать это незаметно уже не вариант, кажется. Мы сможем. Не все, не все, не все на всеобщее обозрение. Не все. Точно не все. Но я вообще в эту историю с комнатой так сложно верю. Мне кажется, как только они окажутся на расстоянии там вытянутой руки, если они захотят что-то решить, они могут решить. То есть, ну, это действительно такая странная вещь. Я просто, если честно, очень надеюсь, что они друг друга поймут, просто как два человека, которые своими словами сделали, ну, возможно, один из самых больших боев в истории российского ММА. Я не думаю, на самом деле, что у Владимира Минеева есть, ну, вернее, она может быть, это личная неприязнь, но я не думаю, что она должна как-то ранить или задевать Мухаммада Исмаилова. Но у нас много, у кого к кому есть личная неприязнь, там много кто кому не нравится. А там все какие-то слова, которые он говорил, ну, очевидно же, что это для того, чтобы они заработали там не 300 плюс 300, как тысячи бойцов, вот как все бойцы, например, которые в андеркарде подерутся, а заработали там, ну, как мы знаем, там порядка 10 миллионов, например, сумма. И для этого просто надо что-то друг про друга поговорить. А поскольку они оба остроумные, ну, у них-то вот так получилось. То есть я искренне надеюсь, что если они запрутся в комнате, то просто чтобы поговорить, понять, что там никто никого не считает, ну, оскорбления, да, которые недопустимы, например, никто ни про кого не думает. И, ну, да, у них офигенно получилось раскачивать бой. То есть они же прям, у них был такой треш-ток, когда они как будто бы так под кожу друг к другу залезали. И в этом, наверное, Владимир все-таки больше преуспел, потому что он прям пытался, вот знаешь, создать такую деконструкцию образа Магомеда Исмаилова. Мне кажется, у него вообще конечной целью треш-тока было, чтобы даже некоторые люди из Дагестана, например, начали как-то по-другому смотреть на Мухаммада. Мне кажется, здесь, знаешь, вот урегулируется конфликт или нет, будет в большей степени зависеть от Исмаилова, потому что, ну, вся такая, если не агрессия, но вот какая-то неприязнь по большей части, она исходит от него. Минеев уже не раз, вроде более-менее даже отстранялся от этой истории. И мне кажется, даже вот тот факт, что он не общается ни с кем перед боем, тоже лишний раз об этом говорит, что он, ну, все-таки настроен, если не на мирное какое-то решение после боя, то на просто какое-то такое немое расхождение, ну и все, типа мы подрались, мы заработали, давай разойдемся, мы там, в общем, выполнили свою работу нормально. А вот насколько это устроит Магомеда Исмаилова, тоже непонятно. Ну и здесь, конечно, многое все равно будет зависеть от результата. Кто бы что ни говорил, мы, в принципе, ну, видели Магомеда после побед, и мы видели его, в принципе, после поражения. То есть, если взять там поражение, например, Анатолию Токову, тоже там моментально, если брать в моменте, он в ринге самому его принял как бы не очень здорово, не очень спокойно. Бесподобно! Великолепная победа! Ну ничего! Ну да, безусловно, расстроит, конечно, мастер опытный. Александр, не обращайте внимания, сейчас у нас легкие просто именно помехи в гарнитуре. Гроза у нас сегодня? Да-да-да, гроза и... Потом вроде бы все, ну, все нормально, сошло на нет, но тем не менее. Зал взрывается аплодисментами, очень красивая победа Анатолия Токова! После боя с Минеевым, когда он закончился ничьей, ну, тоже было видно, что, ну, все-таки это немножко бьет. То есть, вот это умение принимать поражение, оно, конечно, тоже, ну, очень влияет на бойца, на поведение бойца. И тут интересно, конечно, я думаю, многое зависит от результата и от последующих действий Магомеда. Потому что, если вдруг, ну, он что-то инициирует, если он что-то захочет сделать, то, наверное, ну, Минеев вряд ли в этом плане отступит. Да, мы, в принципе, уже видели, насколько Владимир себя может комфортно чувствовать в таких противостояниях не совсем спортивных. Поэтому здесь все, наверное, зависит от Магомеда и от того, вот как он будет настроен после боя. Поговорят ли они просто или чем-то это закончится больше. Итак, друзья, на этом все. Увидимся с вами уже с множеством роликов из Сочи. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить и рассказывайте в комментариях, зашел ли вам подобный формат разговора. Ну и, конечно же, делитесь своим мнением, кто выйдет победителем из двух супер-боев в российских ММА. Всем счастливо!